Давай чуть-чуть. Вот так каждый раз. Ни в какую. Пить молоко трехлетняя Варвара отказывается, говорит, невкусно. А все потому, что в еду девочки мама Наталья добавляет специальную смесь, которая расщепляет белки. У Варвары фенилки, тонурия. Любое попадание в пищу белка смертельно опасно. Нам выдают только бесплатно смесь. То есть макароны, специальный хлеб, специальные крупы, мука, чтобы печь. Это все я покупаю на ее пенсию. То этой пенсии не хватает. Эти продукты дороже обычно? Да. 300 грамм макарон стоит полторы тысячи безбелковых. Шоколад для них стоит 800 рублей одна 100-граммовая шоколадка. Она безбелковая, она вкусная. На Новый год, конечно, мы ужались немножко ради нее, купили, потому что она, как все, тоже хочет подарков. На сегодняшний день в области проживает 31 человек с диагнозом фенилки, тонурия. А вот с редким заболеванием, как у Ярославной Ольги Чебеневой, в регионе живет всего 4 человека. У женщины – легочная гипертензия. Четыре раза в день ингаляции, постоянный прием лекарств. Как таблетка действует работа. Почему-то я на работе себя чувствую намного лучше. Как-то я забываюсь о болезни и думаю, что у меня ничего нет, не тяготит. Работа мне помогает держать этот тонус. А может быть и действительно, что работа у меня находится на улице здоровья. Жизнь без лекарств для таких пациентов была бы невыносимой. А ежемесячная закупка в среднем обходится в 200 тысяч рублей на человека. Деньги выделяет область. Всего же, по данным Департамента здравоохранения, в регионе проживает 98 человек с редкими заболеваниями. Чаще всего эти болезни являются генетическими и сопровождают человека в течение жизни. Спасают семья и друзья. Надо жить. И у меня у самой, конечно, стимул появился жить. Что, ну, сейчас даже внук народился у меня, вот полгодика уже внуку. Вот, и то есть, как бы, я себе дала задачу, что я должна жить. Ольга Преснухина, Владимир Чернов. День в событиях.